Так клёво спать одной на огромной кровати. Девочки, приехала ко мне мама Чоли. Накрутилась, полчаса походить. Так что Макдональдс что-то расстраивает в последнее время. Ой, народу! Ой, ё-моё! Восьмой ряд. Восьмой ряд ещё. Рано уже всё промокнуло. Ну а кто у нас тут шпал? И кто будет прошипаться у нас тут? Хе-хе. Это мой зобчик. Привет! Доброе утро, солнышко. Издебю там тебя. Киська, пора вставать. Садик. Хе-хе-хе. Ой, зайчик. Это мой зобчик. Давай утренний массаж. Холодной маминой рукой. Да? Вот так вот. Самостоятельный. Спал сегодня почти всю ночь сам. Давай, я тебя жду там в комнате. Вставай уже. Сегодня Денька у нас супер модный. Одел кепку на бекрель. На стиле, как говорится. Сейчас я его в садик отведу. И приду домой, расскажу. Покажу лучок, кстати, вам. Сегодняшний. Сегодня более-менее нарядная в садик ушла. И расскажу, как сегодня он спал самостоятельно. Так, вот такой вот лучок у меня был сегодня. Ту-ду-ду-ду. Коричневенькая все, видите? В общем, такая она легкая была. Фух. Ну и что вам рассказать о сегодняшней ночи. В принципе, уложила нормально ребенка спать. Единственное, что у нас постельное покрывало сверху такое плюшевое. И сверху я постелила простынку. Вот. Но поняла, что надо сегодня снять это плюшевое покрывало. Потому что из-за него, мне кажется, еще жарче становится. В общем, уснул. Все. Я встала, пошла. Я тоже уснула вместе с ним, на самом деле. Потому что я очень люблю с ним спать. Это так сладенько. И, короче, уснула. Проснулась такая, думаю, о, все, уснул. Пошла я к себе. Так клево спать одной на огромной кровати вообще. Просто кайф. И где-то полчетвертого я слышу. Мама. Я же вскакиваю. Да, сыночка, да, сыночка. Что, говорю? Ложись, говорит, рядом. Я легла, он заснул. Я опять встала, пошла. Ну, короче, вот так раза три я вставала. Ложилась. Потом я смотрю, он все чаще и чаще как-то встает. Через каждые, я не знаю, 20 минут, наверное, 10 минут. Как-то я смотрю, время стоит на месте. А я не сплю, а бегаю туда и сюда. Думаю, ладно, пол ночи поспал сам. Со мной пол ночи поспит, лягу с ним. Девочки, приехала ко мне мама Чоли. Тири, привет. Средь бела дня, а деньги нет. Что ж такое? Да, что такое? Мы собираемся провести прямой эфир с ней. Эфир, естественно, это видео выйдет позже, а эфир я сохраню. Если что, заходите в трансляции, во вкладку стримы, смотрите с мамой эфир. Будем отвечать на вопросы, да, болтать. Да, поболтать. Много кто просил маму в эфир, хотим поболтать. В прямом эфире, в общем, час-полтора мы с мамочкой поболтаем. Потом за деньгой поеду, маме оставлю, сама чутка погуляю. Вот, Милка встречает маму, уже кусается, да? Ну что, мы с ней поговорили, с Милкой, она меня поняла. Не кусается теперь, да? Ну вот, видишь, спокойно лежит. До этого приветствовала кусание. Бабушка провела с ней личную беседу. Ага. Да? А что это? Что-то она непослушная. Нельзя. Нельзя сказала. Нельзя. Поняла? Вот так. Всё. Спокойно отнесись к моей руке. Она тут лежит. Ладно, сейчас, короче, сделаю чайку, что-нибудь. А, квас. Хочешь попробовать обалденный квас? Давай. Так, у меня есть квас. Виталя его покупал, такой квас, и сказал, очень вкусно, купи. Я его взяла в пятёрочке. Смотри, как он. Биоквас живой. Он как настоящий вообще. Сейчас налью. Мама сейчас вспоминала, какой-то стал в магазинах плохой квас. Что скажет насчёт этого? Сладкий? Ну, вот этот похож, да. Похож. Ну, как бы он сладкий тоже. Ну, он сладкий, но он похож больше на живой квас, чем вот такие вот продавались в магазинах бутылки. Обычный квас написано. А, коричневый. Коричневый. Он очень сладкий, он для окрошки не подходит. Ну, это я помню, да. В детстве окрошку мы брали разрывной, из бочки покупали разрывной квас. Я даже помню, что стоил он литр 12 копеек, пол-литра 6 копеек, а стакан стоил 3 копейки. Большая окружка 6 копеек пол-литровая. У нас сейчас только копейки можно встретить, когда стоит что-то 999 рублей. Мы набрали трехлитровый баллон, 36 копеек, трехлитровый баллон. И мы когда делали окрошку, мы брали квас. Он по цвету, кстати, похож. По цвету похож. Но тебе нравится, да? Ну, да. В общем, этот больше на живой похож, на настоящий квас. Мне тоже понравился. Еду, а в машине на крыше какие-то звуки. Я не пойму, как будто ветки. Как будто я еду, а ветки бью. Слышите? Так, чё, провели мы с мамой эфир. Сходила я за Денечкой. Деньку забрала. Денька весь грязный просто. Она говорит... А, я слышу вообще это... Не слышу, а вижу в общем чате сообщение, что полотенчики принесите каждому для ног. И подпишите. Я сразу вспомнила, что нам как-то присылали полотенчики. Именной полотенчик Деньки. Я думаю, о, это как раз ему. Чтоб не потерял. Ну, короче, я говорю, а чё полотенчики вы там чё купаете? Она говорит, ну да, посмотрите на них. Я смотрю на Денни, Денни, чёрный. Говорит, они все кувыркаются, чёрт, и что творят. Ну, на улице, конечно. Говорит, это видеть надо просто, камеру снимать. Что они творят? А Денька говорит, так вообще тут везде. И на траве, и везде кувыркается. Ну, как бы, всё равно, короче, любит покувыркаться, поваляться. Но это вот с детства у нас. Короче, еле вырвалась из дома. Пока привела, пока искупала, пока то, пока поесть. Я даже голову не помыла. Хотела голову помыть. Хотела поехать к друзьям с чистой головой, как минимум. Ну ладно, на маникюре, на педикюре уже хорошо. Маникюр, педикюр есть, уже хорошо. Короче, хвостик сделала, вроде и не палевно. Не еду сейчас. Потом думаю, прям я настолько вырвалась. Прям бывают события, когда так сгущаются, знаете, когда ты спешишь, а всё вокруг просто вообще тебя отвлекает, тормозит. И вообще полчаса назад должна была быть там. Но я не могла вырваться, потому что то-то-то-то-то, и несмотря на то, что я не помыла голову, меня просто не выпускали из дома. То звонки какие-то, то воду принесли вот прям сейчас надо было им, да? Ну, короче. В итоге я сейчас вырвалась. Прям так вырвалась, что аж прям хочется так сильно расслабиться. Потому что выходные будем с Деньгой вдвоём. У нас план Барбароса. Короче, план много на выходные. Поэтому, поэтому сейчас я поеду к ребятам. Не знаю, может, они в кино захотят пойти потом. Ну, вообще, медитация – это самое лучшее успокоение ума в такие моменты. Поэтому я сейчас хочу помедитировать с друзьями как раз. И потом, может быть, в кино. Ну, и либо сама, либо с ними, как хотят. Хочу кино в какой-нибудь глянуть, взять что-нибудь вкусненькое. Вот, кайфануть. Мама отпустила меня до 11 часов. Так что до 11 часов. Либо, либо можно взять безалкогольного пива и просто посидеть и потрещать. А, может быть, мы и в гостях кино посмотрим, чтобы в кино не идти. Вот. Короче, не знаю, что делать. Так, ну что, мои хорошие, я еду домой. Время сейчас 35 минут 11. Ну, короче, половина 11. Ну, как мама и обещала. Слышите на крыше звуки? Вот я еду и не пойму, что это за звуки на крыше опять. Короче, сейчас прекрасно провела с друзьями время. Поели чипсы, попили безалкогольное пиво с какая-то Балтика с грейпфрутом. Вкусненькая такая. Вот. Они такие маленькие баночки и такие вкусненькие, как, на самом деле, как ситро. Вот. Но атмосфера была прикольная, как будто ты отдыхаешь. А мне больше и не надо. Обсуждали. Интересно просто то, что обсуждали с ребятами. Типа там, ну, там всякие заработки они. Короче, они в поисках, как заработать интересно. Рассматривают всякие заграничные работы в Европе, в Англии. Вот. Интересно тоже сейчас узнала о работе в Англии. Есть такая, когда можно уехать там на полгода, да, и привезти их в кругленькую сумму. Вот. Ну, короче, интересные всякие возможности есть. Мы столько всего не знаем, сколько в мире вообще происходит. Иду, погода огонь, настроение огонь, отдохнула. Сейчас мамку отпущу. И что я сделаю? И пойду спать, потому что завтра у нас представление с Денькой. Завтра у нас театр музыкальный. Ма, ты что носки расбросала? Это милка. Я раньше думала, что это Денька, у меня тут носки разбрасывает. А то у меня вот ребенок. Да, милка. Милая всегда. И мы ложимся вчера, она начала на ночь играть с носками. Глядь, вон они, носки, и вот носки, вот. Да, она вам по всей квартире раскидала. Ну что? Сама дорогая, я пошла. Ты побежал? Я побежала. Все. Как вам? Нормально время провели с Денчиком? Да, нормально. Мы смотрели прямой эфир с ним. Ваш? Наш? Наш. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня выходные. И сегодня у меня радостная. Я такая только проснулась, на самом деле даже кофе еще не попила. Наверное, опухшая немного. Ну, загоревшая, я смотрю уже. В общем, сегодня у нас большие планы. Сегодня Денька, мама укладывала вечером его спать на свою кровать. Я пришла после того, как погуляла и легла на свою кровать. Посмотрела, как он там спит, развалился везде, легла на свою кровать. Всю ночь прекрасно спала, он ни разу не проснулся. А утром он спокойно встал с кроватки, подошел ко мне, с кроватки, у него полноценная кровать для взрослого, подошел ко мне с мячиком. Такой подошел, ну, я сразу открыла глаза. Я говорю, ты что, уже проснулся на своей кровати, сегодня спал? Он говорит, да. И все. Я говорю, ну, 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 хорошо. И он даже не лег ко мне, но пошел, включил телевизор, вот смотрит там, подводный мир какой-то. Я проснулась, еще полежала чуть-чуть, Мила меня будила. Вот. Проснулась сейчас, иду делать кофе. У нас сегодня по плану театр. Настроение хорошее, от того, что я не просыпалась всю ночь, от того, что он проснулся так вот. Молодец прям. Не встал, не начал говорить маму, маму. Просто пришел ко мне в комнату, и даже не ложился рядом. Круто. Вот. Сегодня у нас театр, потом мне надо зайти в пару магазинов прикольных, потом, думаю, может быть, сегодня вечером поехать в Дельфинари, либо на завтра на день перенести. У них сегодня в 6 часов, завтра в 12 часов представления будут. Вот я думаю, будем смотреть, как по силам. Сейчас пошла делать кофе. Ой, милой рукой снимаю. О! Полную кружку наливаю, поэтому пена так хорошо не взбивается. Нужно наливать вот так где-то, чтобы пена прям могла как следует сбиться. Но я не трачу на это время, в принципе. Просто этой взбивалкой размешиваю немного. Когда есть время, тогда взбиваю пену. Так, это у Дэнки в комнате. Здесь тут так темно было. Вот здесь вот спал мой мальчик. Представляете, какой тут кайф. Пока что надо разобрать. Вот это, я думаю, в спальню себе поставлю. А вот этот вот придвину, наверное. Это вещи, которые мы непосредственно сейчас там одеваем. Я здесь их накидываю, накидываю, потом убираю в конце недели. Ну, все, вот заправила кровать. Всегда по цвету очень хорошо подходит. Это по кровалу, светится в темноте. Это я заказывала в Васильке. И вот эти супер подушки, которые я обожаю. Тоже заказывала в Васильке. Они дизайнерские, очень крутые, двухсторонние, кто не знает. Вот. Хочу вот эти шковрики поменять очень сильно. Думаю, что-то по цвету вот может приближенное вот к этому взять. Не желтенькое, а что-то такое вот синее, голубое, может серое даже. Что-то такое. Посмотрим. Будет время, заеду в Леруа, может на этих выходных. Привет. Кошка, привет. Ваши кошки любят под одеялом. Я когда заправляю кровать, она все время лезет под одеяло. Постоянно залезет, спрячется там. Смешная. А это вчера Дэнни в садике делал мне вот такую красоту. Видели? Цветочки. Донес. Я искупалась, мои хорошие. Продолжаю пить кофе. Выложила вам уже два видео на второй канал и на главный канал. Вот, интересные. Это самое отличное начало дня. Вот уже, видите, вложек идет, идет. Сейчас буду сушить волосы. Что-то планов столько всяких, что я же даже записи веду. Боюсь что-то упустить. Уже список целый подготовлен. Дэнни завтракает, сидит. И, видимо, пытается найти себе что-нибудь для просмотра. Сегодня он утром йогурт уже попил. Сейчас макароны с сыром кушают любимые свои. Вот. А там уже мы где-нибудь будем кушать. Целый день сегодня где-нибудь будем кушать. Я, наверное, вообще завтракать не буду. Хотя по-хорошему может быть мюсли с кефирчиком поесть. Так, чтобы совсем голодная не выходить. Слушайте, сейчас залезла в интернет. Все-таки думаю, ну, я смотрю там прямые эфиры, что все-таки я улыбаться уже начинаю не так. Мама говорит, ты главное не комплексуй из-за того, что зуба нет. А то будешь, перестанешь улыбаться, а ты должна улыбаться там, траля-ля. Вот. Но все равно, когда сильно я прям улыбаюсь и еще этой стороной я понимаю, что видно, что я без зуба как старуха уже, знаете. У меня это, конечно, накаляет. Но у меня какая-то чуйка, что можно как-то сделать все-таки зуб. Этот, во-первых, не так дорого, а во-вторых, есть еще какие-то варианты, мне кажется, должны быть. И вот сейчас я залезла в интернет и посмотрела вообще, при каких случаях. Оказывается, очень много всего есть. И вообще, я должна попасть к ортопеду. Просто мне, просто в нашей клинике не очень хвалят ортопеда, поэтому я к нему не попала. Все-таки клиника государственная, в которую я хожу, хоть я и плачу, за материалы хорошие, и к доктору хожу, который мне нравится. Хирурга, я знаю, хирург у нас хороший, но хирурги занимаются удалением и восстановлением имплата. Хирург – это не ортопед. Вот я сейчас посмотрела видео, где парень говорит, мужчина, стоматолог, он говорит, что нужно сначала сходить к ортопеду, потому что ортопед нацелен на то, чтобы сохранить ваш зуб, и он что-то будет придумывать. И говорит, что свой корень – это всегда лучше, чем имплант. Короче, я сейчас так послушала, вот так вот, знаете, один ролик посмотрела, второй ролик посмотрела, и подумала, что мне все-таки надо попасть просто к хорошему ортопеду, который посмотрит и скажет, все-таки, какие варианты. Потому что я посмотрела варианты, которые там показывают с разрушением зуба. Зубы можно разрушить, даже когда просто корень, один остался, и больше ничего. Какие-то вкладки делают, какие-то эти. Надо, чтобы еще посмотрели, как следует. Нужны альтернативные мнения. Мне кажется, можно сделать может быть не побыстрее, но подешевле и с сохранением корня. Короче, я буду искать еще варианты. Если кто-то знает хорошего ортопеда в Ростове-на-Дону, пишите, пожалуйста. Запустила стирку, волосы попшикала и такая дума, а что бы их не это. На бегудюшки, помните мои, не накрутить. Для этого мы сейчас мусом их облагородим, чтобы держалось лучше. Пойду нарядно я в театр. Сегодня что-то захотелось провести с ним время вдвоем. Я сначала думала, пригласить кого-то, может, позвать в дельфинарии, с кем-то поехать, а потом что-то вот не каю, знаете. Вот кайф просто с ребенком вдвоем провести время. Такое вот уже бывает. Еще у меня есть вот такой вот дав, объем. Это чисто для объема, для корней. Так вот я делаю чуть-чуть на корни. Я не всегда так делаю, очень редко, только когда там укладываюсь или еще что-то. И, кстати, не знаю, хватит ли времени вложиться, потому что у нас уже немного времени осталось. Ну что, мои хорошие, я накрутила волосы. Время сейчас 10.35 и выходить вообще нам нужно через полчаса. Накрутилась. Полчаса походить. Ладно, посмотрим, что за прическа получится. Вот наши электронные билетики, кстати. Театр драмы имени Горького Ивана Царевича Серый Волк. Восьмой ряд, одиннадцатая, десятое места. Восьмой ряд вроде нормально. Так, ну что, разбираем наши прядки. Я же оделась красиво, видите. Некоторые не досушились. Мама, можно водичку? Да, одевай сандалики и дам водичку. Ладно. Даже не буду лаком сбрызгивать. Что, Горьбик? Это монетка. Да. Монетки. Монетка, да. Да, монетка. Давай, сейчас. Пообъезжали. Волос в разные стороны. Девочки, обидка, прикиньте. Постирала Дэнни кепку, только что, она еще чуть влажная. Он просто взял двумя руками, ее поправил и пятна поставил. Что, я ее стирала? Нужно было не стирать. Все, мы сели в машину. В машине нереальная жаришка и нам 35 минут. Нам ехать близко, но надо припарковаться. В прошлый раз эвакуировали тачку у нас там, так что надо теперь припарковаться так, чтобы вышли и машина была на месте. Ну что, мы с Денькой припарковали машину и вон наш театр, мы сейчас через дорогу пойдем. Только я не пойму, можно ли тут идти? Машина припарковала непонятно. Ну, вроде бы, там парковка, знак есть в парковке. Вот. И стоят машины. Жариша неимоверная. Скачем, скачем, чтобы не опоздать. Денька вот эта с английского читает брошюрку мою. Как я одета, смотри. Очень удобные, кстати, сандалии. Вообще не натирают мне нигде. И то, что они черные, и моя сумка черная все время подходит, даже если я что-то светленькое другое. Ой, какие мы молодцы. 11.41. День. Мы все вообще крутые. Пойдем покажу свой лук. Вот такая опять в коротком платье. Что ж такое? Потому что они все какие-то короткие. Короче, куча деточек тут. Ну, не куча, а так, нормально. Вот. Что мы поделаем, День? Пойдем, пока места займем. 20 минут еще нам ждать с представления. В общем, как я сказала, может быть, там ветер был и плохо было слышно, я взяла страховку. На всякий случай, чтобы за страховкой не ехать туда-сюда, чтобы, если эвакуировать тачку, и я попала на бабло, то уже ехать конкретно. Ой, кафе открыто, представляете? Ну, что-то мне ничего не хочется. Вода у нас есть с Дэней, народу больше тут. Ой, моя хорошая, жара неимоверная. Карточку, давай. Все, звонок один прозвенел, пойдем, пока места занимать. Восьмой ряд, восьмой ряд еще. 12, 11, ой, как не близко, 9, 8. И 10, 11 место, это вот здесь. Давай. Ой, вообще, срыть, как близко. 11, садись, ты поближе вот сюда, к серединке, а мамка здесь. Садись. Ты садись. Ты садись. Красотулька моя. Садись. Сам? Давай сам. Хорошо, присели, здесь попрохладнее чуть-чуть. все. Сейчас еще одно яблоко украду. Оооо, как нам и 40 минут мы отсидели, неплохо. Там рядом сидит мальчик, он у мамы все спрашивает, а Дэня повторяет за ним и спрашивает у меня. А это можно есть? А что это? А кто это? Вот. Вышли сейчас чуть-чуть походить. Взяли шоколадки. Дэнь, только не надо сюда, она сейчас испачкается. Чувствую, в шоколадке будет сейчас кто-то весь. Вкусно? Да. Второй звонок уже. И у меня вкусно, а у меня с орешками. Вот такая долька одна стоит 40 рублей здесь. Ой, у Дэньки тоже орешки. Все, водичку попили. Ты берешь с собой свои бумаженцы. Давай. Давай. Бумаженцы. Эй, книжка. Так, выбросить мусор надо. Мусор выбрасывала? Бумаженцы свои. Бумаженцы. Все, заходим. Кстати, зала ну почти больше половины или прям 50, ну прям полный зал. Ой, здорово. Шар птица красивая, да? Кто больше, а жизнь будет в лучшем празднике? Ну что, мы посмотрели спектакль. Первая часть прошла у нас более успешно. Более успешно первая часть, чем вторая. Вторая уже, конечно, это, высиживали. Ну хорошо, не очень длинный спектакль. Хорошо, что сам спектакль вместе с антрактом всего полтора часа. Поэтому, ой, какой красивый фонтан. Я обожаю театралку. Мы идем в Макдональдс сейчас, гамбургер съедим, мороженое покушаем и потом мне надо зайти в пару магазинов. Вот. Ну, это по делу, по делу, так бы не заезжало, надо. Вот. А потом посмотрю, сколько времени останется и поедем ли мы сегодня в Дельфинарии на шестичасовое. На представление на шесть часов вечера. Фонтанчик, она очень красивая. Деня уже говорит, можно плавать? Там. Я говорю, нет, тут плавать нельзя. Лицо, обозрение наше. Жаришка, конечно, я вам скажу. У меня очень длинный рукав, но он свободный, поэтому не так жарко. Денька не захотел кататься на лошадке, я ему предлагала. Пойдем? Нет. Не хочет. Ну все, пошли кушать. Говори пока-пока, лошадки. Спасибо. Дали лошадке на корм, не захотела Денька кататься, хотя всего 300 рублей, стоит сделать кружочек. Не захотел. Лошадка терапия тоже есть такая, для деток полезная. Ну, как-то говорят. Но он не захотел, не стала заставлять. Так, все, мы заказали, как всегда, наш наборчик. О, воды забыла взять, да блин. Ну ладно, яблочный сок будем пить. Цифра 27 взяли, ждем. Здесь как-то попрохладнее, чем на улице, хотя на солнце. Может даже на улицу пойти. Ну что, мои хорошие, мы сейчас поели в Макдональдс, и, конечно, долго ждали наш заказ. Кстати, совет, такой полезный, что лучше локаторы, когда очереди, вот эти не брать. Ну и когда еще большой Макдональдс. Потому что мы ждали, вот взяли по локатору, взяли локатор, это 27 у нас был, поставили его, и, короче, 20 минут жду, когда принесут. Я смотрю, уже очередь вся проредилась, уже столики освободились, а мы так-то стол не могли свободно найти. Думаю, где наш заказ, сейчас принесут все холодное. В итоге подхожу, что-то они там еще готовятся, уже на мониторе нет нашего номера, то готовятся, то вам сейчас сок наливают, в итоге ставят мне под нос просто все холодное. Ну, Дэнки, ладно, я там не стала подогревать, мы можем такое ели тепленькое. Я говорю, а мне, пожалуйста, картошку сделайте по-деревенски, горячую, а не холодную. И этот, чизбургер, фуча, Royal Deluxe тоже. И, короче, они мне Royal Deluxe сделали горячую, а картошку, представляете, они что-то там вы... Ну, как бы, я не знаю, куда они делали, делали картошку. Ну, короче, насыпали мне картошку, и я сразу ее не проверила, уже села за стол, трогаю, а она холодная, вы представляете? То есть они меня холодную на холодную поменяли. И я уже не стала менять, но я ее не съела. Я съела две картошинки, холодная картошка вообще не айс. Так что Макдональдс что-то расстраивает в последнее время. Вот. Все, сейчас мы идем смотреть, стоит ли наша тачка на месте вообще. Дэнка мне, как всегда, сделал крутенские фотки, просто в моем инстаграме, девочки, вы увидите. У меня новая рубрика появилась, фото от Дэнни. Все фотки, которые он мне делал с инстаграма от первой фотографии, я все вот по хэштегу фото от Дэнни, можете посмотреть, как он круто фотографирует. Так он все лучше и лучше фоткает. Я не знаю, он уже просто с первого кадра, прикиньте. Дэнни, сфоткаю меня, встала, сфоткаю. Все, и лучше второй раз не просить, второй раз уже может так круто не получить. А с первого раза, я не знаю, как он это делает. Просто какая-то, знаете, магия. Вот. Вот ребенок еще, конечно же, он мне заставляет там фото, мама, повернись так, так ракурс. Нет, это магия. Поезд. РЖД, когда видит, сразу поезд. Дэнни, обязательно поедем. Так, иду и выглядываю. Машина стоит. Стоит там наша хаврошка. Хорошо, буду знать, что здесь можно ставить машину. Радость маленькая. Так, а куда мы сейчас едем? Мы сейчас едем в торговый центр Мегамаг. Хочу зайти там в один магазинчик, всяких таких сувенирчиков, приколюшечек. Вот. Сниму видео. Ну, хочу накупить что-нибудь такое, вот, снять видео на второй канал, потому что в этом магазине я еще не закупала, себе покупала мелочевочки какие-то, но думаю, интересно будет посмотреть. Ну, вообще, посмотрю, что там, будет ли что-то прикольное. Вот. Потом планируется фикс-прайс поход. Для второго канала тоже там какие-то сейчас новинки обалденные. И я прям уже из, там, нарезки в инстаграме в одном аккаунте увидела, что мне очень много чего надо там для интерьера. Вот. Поэтому хочу заехать обязательно. Ну, а заедешь, там уже новинки все надо снять, потом накупить еще надо много чего снять, применить в интерьер, показать вам. Вот. Это вот обязательно то, что для, для дела, как говорится, надо, да. Но сейчас 3 часа, и, честно говоря, уже так подустала, жара, честно говоря, утомляет. Если бы не было жары, то, возможно, сил бы было больше. Но жара, вот это вот, мы пока туда-сюда сходили, вот сейчас через жару прошли, сейчас торговый центр, и мне кажется, уже я никуда не захочу идти. ни в какой дельфинарии, а он еще и находится не здесь, понимаете, рядом, он находится в другом конце города. И, возможно, к 12 часам завтра мы туда и отправимся. Мам, дайте, пожалуйста, деньги. Мам, давай вместе. Бери половинку. Вот, смотри, кнопку нажимай вот там, нажимай. Побежали кушать, кушают. Побежали, а Денька скорее, что там? А вот там что-то должны еще дать, по-моему, магнитик. Бери. Что там, покажи. Магнитик? И рыбок, скажи, покормили, и магнитик дали. Красота. Скажи спасибо. Спасибо, рыбки, пожалуйста, говорят тебе. Сели в кафосечку, здесь в центре Мегамага. Смотрите, какой красивый лимонад сделают. Апельсин и лимон. Апельсин, лимон, лед и веточка чего-то красивого. Прямо под мой образ. Сладенько так. Как будто сироп там внутри. У нас Денька опять Макс Бет просто сегодня. Мы еще по дороге сейчас ехали просто мимо моего солярия. А я сейчас пока набираю загар, я хожу каждый день. И, в общем, я забежала на 4 минутки, позагорала. Так что темнеть, темнеть буду. Так, а сейчас мы едем в Фикс Прайс. Вот лишний раз убеждаюсь. Недавно с друзьями встречалась и моя знакомая одна спрашивает, говорит, а сколько вот ты... Ну, она тоже думает блогерство, вот интересно. И она говорит, а сколько ты вот в день ну, как бы выделяешь на ну, на вот работу, на свою деятельность, да, вот. Сколько в день времени? Я говорю, все время и ночью и это, говорю, это это не... Ну, мне так кажется, что это не может быть по-другому. Я не представляю, как это по-другому. Я не встречала блогеров, для которых они там уделяют какое-то определенное внимание, ну, времени в день. Это постоянно. Если ты сам ищешь идеи для своих видео, то ты их ищешь везде. Ты ни о чем другом не думаешь, как только об идеях. И если ты что-то видишь, что что-то не так лежит, понимаете, или что-то это... Это обязательно будет поводом для снятия видео. А если ты еще и влоги снимаешь... И вот, знаете, как бы я не хотела выходные провести, ничего не делая, ну, в плане делая, только вот чисто с ребенком время проводить, вот все там для него, да, у меня все равно не всегда так получается. Я очень стараюсь, но не всегда получается, потому что в какой-то момент мне может прийти идея, которую нужно реализовывать прямо здесь и сейчас, да, и как бы время, деньги, как говорится, и ты начинаешь вот это вот суетиться. И вот сегодня у меня такой день, ну, как бы первую половину я вот так, да, там театр, все, собираемся, все дела, а потом все, у меня пару дел запланированных, и вот представьте, сейчас 6 часов, и я сделала только одно дело. Сейчас мне надо второе сделать. И, конечно же, дельфинарии сегодня нет. Значит, завтра к 12 пойдем в дельфинарии, тем более, может, жираща будет не такая, пока мы поедем. Уже в самую жару мы будем в дельфинарии в 12, посмотрим, что там да как. Вот. А может быть, после дельфинария еще пойдем на фонтан, поедем на фонтан, да, или, может, куда-нибудь на пляж посмотрим. Ну, потому что жарища такая, прям хочется где-нибудь у воды потусоваться. Ну, и я как бы нацелена на то, чтобы Данька позагорал. Он, кстати, уже набрал загар, он уже не такой бледненький, как был, он загорает. Быстрее меня. И не сгорел, кстати. И даже я его не мазала кремом. Я купила крем, но все время как-то мы по чуть-чуть, по чуть-чуть на солнце. Он уже и загорел, и даже не краснел. Как-то темнеет вот так. Молодец. Не как мама. Если бы я в солярий не ходила, я бы была красная, краснела бы. А сейчас я еще, конечно же, вот это все купила сейчас. Целый пакет. Распаковка будет. В новом магазине еще не было видео. Тяжелейший пакет. Сейчас фикс прайс, и потом мне надо будет приехать домой и быстро это снять все. Либо уложить Дэню и снять все это. А вечером так не хочется снимать. Сегодня любимый весь день звонит, а я ему, блин, я вот это делаю, надо быстро-быстро доделать. Он говорит, ладно, позже позвоню. Звонит я ему опять. Зая, вот это делаю, ну и такой момент, когда ты не можешь разговаривать, просто реально не можешь, потому что тебе нужно быстро что-то сделать, что-то снять, а тут ребенок, который мама, мама. Вот. Короче, вот. Ну мы сегодня молодцы, мы все успеваем, как бы даже небольшие нервы испытываем. Я, точнее, нервы небольшие испытываю. Вот. Все, остался один магазин и домой. Ой, девочки, фу, это какой-то супер-пупер невероятно мега насыщенный, суматошный, продуктивный день. Я реально устала, и в этом платье, вот с одной стороны вроде хорошо, да, в платьишке, там Денька меня нафоткал, красивые фотки опять сделал в платьишке, но оно коротковатое, ветер дует, у меня так все это, и я все время там, то не нагнешься, вот почему еще не люблю, да, дискомфортники, не нагнешься, ветер подует, вот это за ребенком, после он куда-то уронит, то я там в позе зю, понимаете, из-под прилавков достаю там его шарик, и все это в платье. Мам, где пакет? Какой пакет? А, где мы взяли игрушки? Сейчас пока подожди, мама должна снять видео сначала. Я видео сниму, потом мы все достанем, хорошо? Пока ничего там трогать не надо. Какой-то пульт, что-то я ему взяла, я ему много всего детского взяла, там в магазине одном, что надо снять распаковку, потом ему все дать. Так, а для этого, значит, мне пока не умываться, ничего. Доброе утро, мои хорошие, с вами Селена. Ой, смотрите, что вчера я заметила, что у меня порвалась вот эта сетка, и я не поняла вообще, как это случилось, кто это сделал, но она не работает, теперь ее только выкинуть. Ну ничего, повод что-то другое сделать, интересное, так что я не расстраиваюсь. Она мне как-то и не особо прям нравилась, так чтобы, знаете, сильно, мне кажется, может покрасивее быть, покрасивее. Хотела поделиться, вчера мы пришли домой, безумно устали, просто реальный ребенок устал, и я устала, и поэтому мы как-то сразу разошлись по комнатам друг от друга отдохнуть. Вот знаете, у нас есть такое, я смотрела сериал в зале, а Денька в спальне смотрел мультики, прям вот нужна была разгрузка. Вот, потом мы пошли спать, я уложила его в его комнате, кстати, сама не ложилась, я теперь, ну не ложусь с ним рядом, а просто сижу, либо в телефоне лазю, он засыпает, либо глажу его по спинке, да, там, в общем, вчера он быстро уснул, вот, я даже не ложилась, просто села рядом, он уснул, потом я пошла смотреть сериал, девочки, просто трындец, это сериал просто так редко, когда что-то захватывает, сериалов много разных, фильмов много разных, можно посмотреть и забыть, а есть то, что тебе так вот за душу хватает, ты прямо одну за одной эту серию смотришь, что же дальше, что же дальше, и самое интересное, что в каждой серии что-то происходит, какое-то интересное событие, где ты думаешь, не зря серию посмотрела, и я прям сравню это все с этими турецкими, знаете, турецкие, они же любят вот это нагнетать, 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 и ты вот это ждешь, ждешь, а потом какой-то момент, и прям, ну, вот это все изнутри как-то достают, да, и вот в этом сериале тоже они умеют нагнетать, через весь сериал идет такой момент, и когда уже случается, там, 150-е, я хотела сказать, серия, нет, здесь не 150-е, здесь поменьше серий, намного, и серии короткие, что классно, да, и то есть ты ждешь этого момента, и ты его очень сильно прочувствовываешь, потому что, прочувствовываешь, правильно я сказала, потому что ты несколько серий уже, понимаешь, или там целый сезон ждал того момента, ждал определенной какой-то встречи, и я еще такая думаю, блин, как они эту встречу снимут, да, то есть довлетворюсь ли я этой встрече, они круто ли ее снимут, потому что я уже напряжена, нагнетена очень сильно, и они все делают круто, вот, и сериал мне нравится, круто-круто, мне нравится, вот, поэтому я прямо остановилась вчера на той серии, когда вот просто пик на эпик, и все, уже пошла спать, потому что было уже полвторого ночи, вот, я легла к свою комнату, Денька утром где-то под утро пришел, пару часов лег, со мной поспал, вот, ну, вчера он пришел, меня разбудил, не ложился, уже не хотел ложиться, сегодня он утром встал спокойно, то есть он не звал меня, не капризничал, он просто встал утром, пришел ко мне, лег, и поспал со мной вместе пару часов, вот, и все, уже проснулись потом, а он даже сам проснулся, что-то водички пошел пить, мультики там все включил уже в зале, а я попозже проснулась, ну, еще валялась, так, одним ухом слушала, что он там делает, еще полчаса повалялась, пошла, накормила, видео смонтировала, в общем, все клево, пока наше привыкание плавненько идет, и он прям понимает, он встал, кстати, ночью, такой, мама, в туалет, и я говорю, иди в туалет, он пошел в туалет, а потом это, возвращается, и по привычке в спальню сюда, я говорю, ты куда пошел, иди в свою комнату, он такой, тун-тун-тун, на автомате в свою комнату, пошел, лег, уснул, все, то есть мне уже не нужно было его везти, сегодня к 12, мы не успеваем в Дельфинарии, поэтому мы пойдем к 6 часам поедем в Дельфинарии, мне нужно там ему игрушки дать, которые я вчера покупала, для этого мне нужно видосы снять, сейчас я уже смонтировала видео одно, кофе пью, сейчас я накрашусь, приведу себя в порядок, сяду, мне надо снять два видео, вот, а потом мы поедем с ним уже гулять, а милка моя сегодня, представляете, она как меня будила, она мне чесала своим языком спину, ну, знаете, как это, мамки детей вылизывают, вот, она мне всю спину, это такой кайф, представляете, всю спину, прям мне шершавым языком, как будто чесала, так прикольно, мамой, чесала маме утром спину своим шершавым языком, думает я сладкая девка, почему ежик выкатела, вот, а Толичка, что, Толичка такая сладкая, куапка, куапка моя, куапка моя, это моя любимка, да моя любиночка, моя девочка, моя кошка, моя сладкая, мамку лишь бы покушать, думаю, м-м-м-м-м. мы собрались витали витали снасти приехали мы едем сейчас загорать а потом в дельфинарии приехали на заправку браза ухаживает сейчас еще и машина чистая будет немного так все мы тут на это я кристинке кстати тоже написала что мы будем пусть присоединяется но не факт что она присоединится конечно но будем ждать и не ощущаю остался тут вчерашний чё кто первые насти понравилась игрушка а да но это возле мега мага но в мега маги декатлон за мной окей как это мы не спешим у нас дети в машинах не очень медленно ладно а девочки в декатлон это сейчас рядом с декатлоном там магазинчик есть я вчера просто покупки делала и там одной штучки нет коробки игрушки деньги и вот я сейчас я везу чтобы мне там поменяли либо дали эту штучку которая там не хватает либо игрушку другую дали такую же только целую вот и мы заскочим это как раз по дороге да поставлю там потом смотрит и едешь ребятушки примчали так сейчас мы поедем мы решили на одной машине платно поехать туда одно оставили здесь не платить два раза чего зачем можно вообще не платить не раз поставить и твое и не пойти пешком да никак пешком это сейчас пока мы место найдем может день подальше там для народа не было уже приехали пробка такая была сейчас начали ехали вообще короче то есть машина припаркованного так можно бесплатно оставить машинку но я предпочитаю заехать внутрь подъезжаем виталий говорит 300 рублей будет стоить я думала рублей 100 у меня даже на лика 300 не будет честно поиска вот смотрите какие накачанные парни отбирают у нас деньги панки смотрите мы заехали 300 рубликов заплатили 300 какой-то тайское мороженое тут девочки стоят наши кума до кума кума сейчас мы будем искать и не должны были заехать слушайте но машин тренгидез да еще дома поставить машину мы сказали вроде места есть не подальше там да по ей ой народу по ё-моё туалет мы же смотрите хорошо надо недалеко от туалета хотя еще по большому воде бассы смотрите народу трындец вот такой у нас соленая есть вон браза мать свистит уже мне я вдруг вспомнила как мама учила меня вот такие вот домики строить смотрите вот я день кучу давай я не помню только какой-то сильно принцип по моему вот это с таких вот капелюшечек строим высокую башню давай неси сюда неси строй материалы мы сейчас наплавались очень круто девочки терпение у меня конечно ноль я не кропотливый человек просто тоже кусками кидаю вот так вот ты дышь ты дышь у меня на что-то нагибает свои ноги ты умеешь такие сделать умеешь такие домики тебя папа учил вам у тебя красивее чего мама получилось так и то что у нас чутка дрожит пистолет покажи свою ногу где мы его брали мы его брали в моде в магазине такие рыбки у нас покушать динька дрожит хотя жара неимоверная классно здесь так круто наверное здесь мы и проведем все лето как я в детстве плаваешь день а вот настюха подожди давай без круга пока далеко не ухайки вот здесь у меня специальная есть штучка бомбочка собственными руками бомбочка в собственном тело это все заляпано у меня очки заляпаны уже камера заляпана а вон дэнька дэйка плыви сюда вода прохладная классная вообще я не знаю я вообще не понимаю почему я здесь раньше не была мне почему-то казалось что здесь уже так грязно уже так не классно а тут очень круто вот анденька лапки мои что у тебя за прическа кайфуют дети ну что можно быть лучше если здесь хорошо а мне тоже хорошо кстати значит мы здесь будем чаще тусить я поплылочек что-то мне кажется в дельфинаре сегодня не успеем надо будет наверное вообще выбрать день посреди недели просто пораньше садик его забрать поехать в дельфинаре а выходные вот нам а ты чуть-чуть наверно плыла сейчас дети будут просить у Виталика чтобы он их покидал а у меня нет сил поэтому я не кидаю никого нет ты един야 сразу она характера нормально ты их кидаешь уууууууууууууууаууу у меня такое ощущение что ты их кидаешь специально чтобы они больше не просили Не, им будет еще веселее, вообще. Денька плывет. А что-то рот не закрывает. Рот закрываем. Рот-то надо закрывать. Виталя, кинь меня. Тогда я возьму тебя сам. А меня? Я валю. А я шучу. Давай не один. Уплывай, Виталя. Ты ко мне? Что случилось? Ты застрял? Что-то застрял? А, из круга. А они страшно нападают. Вот смотрите. С Виталикиной стороны как это выглядит. Монстры. Зомбахи. Оставьте в покое Виталика. Пусть он чуть-чуть отдохнет. Хитрый мальчик. Хитрый мальчик. Паровозик. Опа. Вот тут ей натечет. Хочет. Хочет. Догоняй. Давай, я тебе помогу. Давай, давай. Догоняй. Догоняй. Хватайся. Крепко держись. Это сережки на ухо, что-то дымо это ехать. Ай, поджога. Пацаны, мидии на черепаху. Поехали, Виталь. Поехали. А чего вы не держитесь, ё-моё? Улетела от вас черепаха. Так, дорогие мои, у нас здесь продаются тайское мороженое, ни разу не пробовала, и итальянское мороженое. Сейчас я узнаю, там и сям, что вкуснее, что-нибудь попробуем. А может, одно такое возьмем, одно такое цены. В чем прикол? Мороженое. В чем особенность? Расскажите. В чем особенность? Особенность в том, что я вижу в нейтральных вкусов, нейтрального мороженого и нейтральных ягод. Ага. Никаких порошков, никаких смесей. И типа вы тут сами вот так замораживаете его, да? На глазах. А что тут за добавочки? Ага. И что почем? Так, тайское мороженое 200 рублей, в эту сумму сходят все вкусняшки, все топпинги. Ага. И может мешать три вкуса. Ага. Ага. А вот четыре такие в одну, да, входят? Ага. 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 Так, тут музыка. Так, здесь по итальянским рецептам мороженое. Просто по шарикам продается разные вкусы. Лаванда, маракуйя, спелая клубника. Вон, 75 рублей стоит. Ну, че, тайская, да, по-моему, прикольная? Надо взять хотя бы одно. Девочки, смотрите. Пришла и попросила, чтобы мне сделали каждую трубочку в отдельный стаканчик, чтобы, вот, Виталику, Тенни, Насте и мне попробовать. И это одна цена, 200 рублей будет. Я смешала банан, клубника, шоколад. Кокосовая? Да, могу добавить. А есть? Не, не надо, не надо. Кокосовая в зубах застревает. Вот такие четыре мороженка. У нас такая жара, что все тает просто на глазах. Жара? Ну, главное, вкусно. Спасибо. Ну, че, вкусное мороженое? Вот. И мне нравится. Конечно, полная порция была бы, ну, прям, нормально. Но на пробу вот так вот взять отлично. Ну, детям вообще нормально вот так вот. А взрослому можно. Можно и одно такое напополам вообще взять. Вкусно? Нормально так, да? Да, оно натуральное. Там клубника натуральная. Банан натуральный. Ну, что, вот и все. Мы идем. Виталька. Вот там. Ну да, вот там. Накупались? Вот у нас такая жизнь. Точнее, у меня. Естественно, у Деньки, понятно. И все, кто меня окружает, тоже приходится так, спонтанно. Вот я уже решила, что в дельфинарии не поедем сегодня. Ну, как решила. Я как решила, так могу и отменить все это дело спонтанно. В общем, мы были еще с друзьями, да. И Виталька говорит, да, клево здесь, да, поотдыхаем еще. А потом в последний момент что-то уже все начали собираться туда-сюда. Время пять. Виталику и Наташу еще забирать с работы. Она до шести работает сегодня. И что-то туды-сюды как бы все-таки собираемся спонтанно уже без пяти пять. Я говорю, блин, ну если мы так собираемся, то может мы успеем сегодня в дельфинарии. И вот пока мы сейчас выезжали, пробка небольшая была. Виталик вот сейчас быстро уже вышли, они с малой, они там подальше чуть машину оставили. Через переход им надо пройти. Вот. А мы вот время двадцать пять минут сейчас. Пять двадцать пять. Шесть часов ровно начинается представление. Навигатор показывает, что нам двадцать пять минут ехать. То есть мы должны туда приехать без десяти, если все будет по времени хорошо. Я бы хотела успеть, потому что это будет прям, знаете, full house, full day. Все как full plane. Plains. Все планы, полные планы выполнены. Down. Full plane down. Можно так сказать? Вот. Так что очень хочу в дельфинарии. Будем мчим. Тссс. Пока что через пробки. Короче говоря, девочки. Дэнь, давай скорее. Навигатор, короче, куда-то привел нас. Мы куда-то припарковали во дворах вообще машину. А оказывается, тут где-то парк сказка. И нужно еще дойти, пройти. Времени у нас впритык. Понимаете? Парк сказка. Она сказала. Вот так пройдете, направо повернете. Триндец. Мы могли здесь проехать вообще-то. А как зайти в парк? Ага, вот он парк. Можно зайти здесь. И налево там дельфинарий. Триндец. Чего он так повел нас? Навигатор. Короче, сегодня шоу с русалками на шесть часов. Билеты по шестьсот рублей. Деньги уже платно. Поэтому. Тысяча двести у нас. Дельфинчики уже плавают. Это так прикольно. Это так кру – это! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Солнышки выплыли, малыш маленький, мама, мама его затащила обратно, чтобы сфотографировались, лапочки, солнышки Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok как-то на улице проводили время может быть какой-то даже мини-бассейн такой приобрести чтобы они там брызгались плескались, ну такой прям маленький не такой вот как у Кристинки, да, там большой а какой-то такой прям, ну, надуть может быть его, пусть там воды немного будет просто чтобы освежались да и самим можно было бы там сесть, как в тазик что-то типа того, короче он говорит, да, собираемся типа вот в этом месяце ну может на выходные вот так они поедут, на пару дней я говорю, может мы с вами да каев, чтобы Денька вообще побыл где-то вот, да, и с Насткой ему очень нравится время проводить, он повторяет за ней все, повторушка такая за всеми сейчас все повторяет в общем, лето это обещает быть очень насыщенным и продуктивным, ну и что, я наверное с вами прощаюсь, я там уже сериальчик свой смотрю на самых классных сериях на втором сезоне, вчера аж не могла уснуть, блин я вам говорила, да, уже об этом и сейчас хочу скорее досматривать что-то надо покушать сделать, наверное покушаем сейчас Денька пойдет спать я буду смотреть сериал а потом тоже спать кстати, классно спать одной развалиться на кровати вот так вот просто звездочкой а то я все время сбоку где-то там спала и Денька тоже звездочкой все время лежит так что нам в отдельных комнатах на отдельных кроватях огромных широких самое то все, мои хорошие я, наверное, с вами прощаюсь да и увидимся в следующем видео с вас лайк подписочка если еще не подписаны и увидимся в следующем видео всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok